Добрый вечер в эфире 12 канала и итоговый выпуск часа новостей в студии Регина Абузарова и вот главные темы дня. Последствия крупного пожара в центре города. Старт пляжному сезону или нет? Территория Первомайского пляжа на сегодняшний день к открытию не готова. Специалисты сегодня обследовали зоны отдыха. На каких территориях уже можно принимать солнечные ванны и что мешает открытию остальных? Капризы погоды стали поводом для экспериментов. Минусов практически нет. Пассивная с задержкой близится к завершению. Почему и в чем? Даже несмотря на сдвинутый график, аграрии видят и плюсы. Смехотерапия в перерывах между медицинскими процедурами. Мы вышли из больницы и там было угу-гу-гу-гу весело. Как лечение весельем и улыбкой помогает выздороветь маленьким пациентам. И в начале выпуска подробности о крупном пожаре в центре Омска. В момент возгорания в зале ресторана находился не только персонал, но и посетители. Также существовал риск взрыва газовых баллонов. Историческую постройку тушили несколько часов. Что стало причиной возгорания и комментарии тех, кто в этот момент находился в заведении, в материале Анны Кокориной. В клубы густого дыма над историческим центром Омска полыхает кровля здания, в котором прежде располагался дом Купчихи Шаниной. Встретились на площади Ленина, но вся площадь была в дыму уже. Пришли сюда уже, как полчаса, наверное, стоим. Вся крыша горела, и она продолжает до сих пор гореть. Пожар возник в одном из ресторанов. В помещении в тот момент находились 19 сотрудников и один посетитель. Пожарная сигнализация сработала, но выходить на улицу люди, как выяснилось, не торопились. У нас сегодня был первый день стажировки у меня. Я прихожу, мне все рассказывают, и начинается сигнализация. Все думали, что это просто учебная тревога. К нам заходит мужчина, говорит, ребята, у вас крыша горит. Впрочем, выйти из горящего здания люди все же успели до прибытия пожарных. Специалисты подтвердили, пострадавших нет. Но борьбу с пламенем, охватившим всю кровлю, вели несколько часов. На месте происшествия задействованы 7 единиц пожарно-спасательной техники и 34 человека личного состава. Предварительно площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России эвакуировались 20 человек. Из помещения ресторана пожарные вынесли два газовых баллона и таким образом спасли историческую постройку и здания, расположенные рядом. По факту пожара прокуратура Центрального округа организовала собственную проверку. По предварительным данным, причиной стало возгорание жировых отложений в воздуховоде ресторана. Сейчас на месте ЧП пожарные заканчивают свою работу и уже в ближайшее время другие специалисты приступят к разбору завала. В пламенем уничтожило не только кровлю, пострадали и внутренние помещения ресторана. В целом, ущерб еще предстоит оценить. Но уже понятно, что памятник культуры регионального значения собственнику заведения придется восстановить за свой счет. В Омской области сегодня возможен шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. Также ожидается дождь и гроза, местами град. Об ухудшении погоды предупреждают в региональном управлении МЧС. Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Повреждения линий связи, электропередач, срыв кровли, создание сооружений, падение слабозакрепленных конструкций. Амичам рекомендуют без необходимости не выходить на улицу. Добавлю, что по прогнозам синоптиков, завтра в регионе также ожидается ветреная, но теплая погода и дождь. В Омской области построят два новых предприятия. Соответствующих соглашений удалось достигнуть омской делегации в первый день Международного экономического форума. Он стартовал сегодня в Санкт-Петербурге. Также глава региона провел переговоры с несколькими руководителями крупнейших компаний страны. В этом году главная тема форума – основа многополярности формирования новых центров роста. В числе участников – представители почти 140 стран. В Санкт-Петербурге работает и съемочная группа 12 канала. Какие уникальные достижения и разработки представлены нам в Международном экономическом форуме в этом году и о результатах работы омской делегации в эксклюзивном материале Любови Федоровой. Канализацию я чистить не полезу, но сообщить кому надо могу первым. Евгений – самый терпеливый и доброжелательный сотрудник ЖКХ. Все потому, что вывести из себя его не сможет никакая коммунальная проблема. Он – робот. Эта разработка российских ученых при поддержке зарубежных партнеров стала одной из самых притягательных на ПМФ. Миссия Евгения – помочь людям ответить на основные вопросы, касающиеся ЖКХ, либо любые вопросы, как он говорит сам Евгений, что он может ответить на вопросы и по географии, задают вопросы про какие-то регионы, про зверей. А это уже задел на новое строительство в Омской области. Губернатору Виталию Хаценко удалось договориться о создании распределительного центра крупного маркетплейса на базе логистического парка «Солнечный». А это полторы тысячи рабочих мест и новые удобные цепочки для омских предпринимателей. Свою продукцию на маркетплейсе представляют более двух с половиной тысяч наших бизнесменов. И это лишь малая часть инвестиций, которые региону принес ПМФ уже в первый день работы форума. У нас еще большая программа на форуме. Это 30 встреч, 18 соглашений, более 450 миллиардов рублей планируют инвестиции. Но встречу начали самым традиционным, самым близким партнером для Омской области, компании «Газпром». Также есть договоренности о строительстве новых заводов по производству металлоконструкций, решетчатого настила, терминала битума и рекреационного отеля на 600 гостей. Продолжится газификация северных районов и мемориальных комплексов «Вечный огонь». Придет голубое топливо и в СНТ. Как только это будет оформлено, мы сегодня это обсудили, мы приступим к газификации, в том числе и садоводчиков, и некоммерческих товарищей. Конечно, отдельный ряд на ПМФ отечественному автопрому. Знакомьтесь, это «Спартак», настоящий броневик. Выдержит любые пули, любые мины, преодолеет благодаря вот таким мощным колесам 4х4 любые препятствия. И вот что важно, что каждый может посмотреть, что внутри. Я предлагаю это сделать и нам. Внутри очень комфортно для военного автомобиля. Белый кожаный салон. Вот плазма для тех, кто, собственно, в этом же салоне. В целом, панель практически похожа на обычный автомобиль. Механическая коробка передач, три педали. И также вот видим кнопку управления. Я знаю, что здесь можно и подкачать шины, и следить за давлением в них. Также работают кондиционеры. В целом, форум объединил 136 стран. Часть делегатов из зарубежья приедет завтра. Это представители малого и среднего бизнеса, промышленники, министры регионального и федерального правительства. Ожидается, что на Петербургском международном экономическом форуме 2024 российские регионы подпишут около тысячи соглашений. Любовь Федорова, Сергей Пайхалов из Санкт-Петербурга, для 12 канала. За нарушение правил езды на электросамокате введут двойные штрафы. Наложить их могут кикшеринговые компании и сотрудники госавтоинспекции. Денежное наказание может достигать 100 тысяч рублей. При этом аккаунт пользователя навсегда заблокируют. Нововведение проанонсировали в компании, которая занимается прокатом электросамокатов. Точная дата, когда повысятся штрафы, еще неизвестно, но изменения вступят в силу уже в этом сезоне. Такие меры, уверенные специалисты, повысят безопасность и повлияют на культуру пользования двухколесным транспортом. Так, за поездку вдвоем штраф составит 5 тысяч вместо 800 рублей. Распознавать количество человек на самокате будет искусственный интеллект. В Омске он уже внедрен и выявил около полутора тысяч нарушителей. Заплатить 30 тысяч придется при нанесении вреда здоровью других людей или их имуществу. А самый крупный штраф при езде в нетрезвом виде – 100 тысяч. В Омске сегодня наконец дали старт пляжному сезону. Правда, не везде. Напомню, официальное открытие зон отдыха в этом году пришлось перенести из-за того, чтобы долго стояла высокая вода. Однако и сейчас не все из них готовы к приему амичей. Сегодня специальная комиссия проинспектировала городские пляжи. Местами параллельно продолжаются работы по приведению их в порядок. Где уже можно принимать солнечные ванны, а где все еще нет, узнавала Анастасия Вишова. На термометре плюс 25 амичи устремились на пляж. Их цель – не получить ровный загар, а навести порядок и подготовить пространство к летнему отдыху. Десятки специалистов убирают мусор, выброшенный на берег. И поросль привлекают тяжелую технику. Здесь официально заканчивается граница пляжа. Однако в жару люди разбредаются и стараются заполнить каждый свободный кусочек песка. Чтобы им было комфортно отдыхать, специалисты проводят уборку комплексно, убираются и за границей пляжа. Всего в Омске пять городских пляжей. Их состояние проверяет специальная комиссия. Сегодня полностью готовы к приему отдыхающих два центральных и советский. Кировский также укомплектован. Необходима установка оборудования. После просыхания грунта будет завезен еще дополнительно песок. Территория Первомайского пляжа на сегодняшний день к открытию не готова, так как частично находится под водой. Подготовку к пляжному сезону специалисты начали еще два месяца назад. Для комфорта амичей завезли сотни тонн песка. Мы готовили инвентарь. Это кабинки для раздевания, это фонтанчики обновляли, это душевые кабины, это ногомойки. В течение всего сезона будет три раза браться пробы воды. Это и петельных фонтанчиков, и пробы песка. На всех городских пляжах установлены вот такие спасательные вышки. За каждым пляжем будет закреплено по шесть специалистов. В случае ЧП не смогут оперативно прийти на помощь. Пробы песка и воды сотрудники Роспотребнадзора взяли на прошлой неделе. Окончательные результаты будут готовы завтра. Впрочем, уже понятно, принимать ванны в городской акватории можно разве что солнечные. На протяжении нескольких сезонов купаться в РТШ не рекомендуется. Мы отбираем пробы почвы и воды на соответствие гигиеническим нормативам. Это на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Чаще всего пробы воды не соответствуют по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В разгар жары теплый песок и легкий речной бриз как магнит притягивает омечей. Люди признаются, хотелось бы, чтобы пляжи и дальше становились комфортнее. Оборудование было, кабинки для придевания, сервис определенный, минимальный. Те же туалеты сейчас поставили вроде бы. Одно из таких масштабных преображений ждет пляж «Центральный-2». В следующем году его приведут в порядок по президентскому нацпроекту формирования комфортной городской среды. Анастасия Вишова и Санат Оксанов, 12 канал. И вот какие материалы мы покажем во второй части нашего выпуска. Капризы погоды стали поводом для экспериментов. Минусов практически нет. Пассивная с задержкой близится к завершению. Почему и в чем, даже несмотря на сдвинутый график, аграрии видят и плюсы. Смехотерапия в перерывах между медицинскими процедурами. Мы вышли в больницу, и там было у-гу-гу-гу-гу-гу-песева. Как лечение весельем и улыбкой помогает выздороветь маленьким пациентам. Еще один рекорд в копилку. Омский богатырь Евгений Марков не оставил шансов соперникам из девяти стран. Как проходили соревнования по силовому экстриму в Поднебесной, и что помешало нашему стронгмену превзойти мировой результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Музыка мирового класса. 106,2 ФМ в Омске. Работа вактовым методом. Сварщики, монтажники, изолировщики, электромонтажники, кладовщики. Соцпакет 21-51-82. 21-51-82. Если радио, то максимум. 105 ФМ в Омске. Пассивная кампания в регионе близится к завершению. Сейчас работы выполнены на 95%. В этом году сельхозпроизводители вышли на поля позже обычного. Из-за холодной весны долго стояла талая вода, потом начались дожди, не позволяющие технике работать. Тем не менее, сейчас основные трудности позади. А сдвиг графика многие считают даже плюсом. Подробнее расскажет Денис Жарков. Еще несколько дозаправок, и пассивная в этом хозяйстве будет завершена. Осталось засеять ячменем вот это поле. С пшеницей закончили уже три дня назад. Из-за холодной и сырой погоды к работе приступили на неделю позже обычного. И заканчивают, соответственно, с задержкой. Впрочем, в этом хозяйстве проблемы не видят. Говорят, получится интересный эксперимент. Да, только плюсы, я считаю. Земля прогрелась, сорняк вылез. И быстрее всходы пойдут. Вот в этом плане. Минусов практически нет. Она бывает даже, чем позже сеешь, она быстрее всходит. И урожай даже бывает и лучше. В прошлом году фермеру не повезло. Засуха. Были все предпосылки собрать 20-25 центнеров с гектара. Получили 14-15. По ироне судьбы, в соседнем селе прекрасный урожай. Потому что вовремя прошел дождь. А эти поля тучи обошли стороной. Так что загадывать Александр Годзин не берется. Для подстраховки посеял пшеницу двух сортов. Раннюю и среднеспелую. Уверен, что хоть один из них обязательно выстрелит. Сейчас в Кормиловском районе посевная завершена на 93%. В регионе, по оценкам областного Минсельхоза, на 95%. На сегодняшний день этот колоссовский район полностью завершил сев яровых культур. Порядка 8 районов завершили север зерновых и зернобубовых культур. Осталось буквально несколько дней. И все районы уже придут в стадии 100% посева. Самая сложная ситуация в северных районах области. Там из-за подтопления часть посевных площадей придется оставить под паром. Могут сказаться на урожаи и заморозки. Например, сейчас в Горьковском районе спасают пострадавшие от них горох. Вносят подкормку, чтобы получить хорошие всходы. Что касается планов на урожай, то несмотря на все сюрпризы погоды, в Минсельхозе ориентируются на традиционные для региона 3 миллиона тонн зерна. Денис Жарков, Андрей Кузьмин, Дмитрий Хронцов, 12 канал. А сейчас о ситуации в Усть-Ишимском районе. Уровень рек в зоне подтопления продолжает падать. Иртыш за сутки опустился еще на 3 сантиметра. И Шим на 13, сообщил сегодня губернатор Виталий Хаценко. Сейчас в районе работает аэромобильная группировка МЧС. Это больше 100 специалистов. В некоторых населенных пунктах уже проводят дезинфекцию и просушку домов. В отрезанные от большой земли села с помощью спецтехники продолжают доставлять продукты питания и корма для животных. Сотрудники Роспотребнадзора, в свою очередь, регулярно берут пробы воды в зоне подтопления для лабораторных исследований, а также контролируют ее качество и качество пищи в пунктах временного размещения. Идет вакцинация местных жителей от гепатита А и дезинферии. Тем временем пострадавшим от паводка в Устишимском районе отправили очередную партию гуманитарной помощи. Неравнодушные жители региона собрали воду, чай, печенье, конфеты, средства личной гигиены, одежду, мешки для мусора, детское питание, постельное белье и одежду. Погрузку сегодня организовала Единая Россия и партийный штаб общественной поддержки. Машина уже отправилась в Тару, где располагается пункт временного размещения. На данный момент там находится порядка 70 человек, которые были эвакуированы из зоны подтопления, в том числе 18 детей. Гуманитарная помощь пойдет в Тарский район, где находится пункт временного размещения, те, кто пострадал. Мы собрали средства личной гигиены, какие-то медицинские, воду, питьевую, медицинские препараты. Сейчас это все отправим и надеемся, что это очень пригодится людям. Как руководитель транспортной компании я предоставил автомобиль с водителем, чтобы везти этот груз. Помогаем своим жителям, людям, поэтому это наш долг – помогать друг другу. Выступление артистов с эффектом плацебо. Маленьких пациентов областной больницы сегодня развлекали клоуны. В костюмах неравнодушные волонтеры. Их главная цель – не сорвать овации, а подарить улыбки. Такая смехотерапия, по словам медиков, творит чудеса. Танцы под окнами, конкурсы и подарки – это еще не все сюрпризы. В мероприятии поучаствовала и моя коллега Анастасия Донец. Сначала носик, потом болит. Красные носики, яркие костюмы – все при них. Сегодня импровизированная гримерка раскинулась среди деревьев напротив детской областной больницы. Артисты одеваются буквально на ходу, ведь главная цель – не сорвать овации зрителей, а собрать как можно больше улыбок маленьких пациентов. На процедуру смехотерапии собрались десятки ребят, вынужденных по состоянию здоровья проводить дни летних каникул в больничных палатах. Во время выступления веселые клоуны заряжают хорошим настроением каждого и дарят массу ярких эмоций. Мы вышли из больницы, и там было угу-гу-гу-гу-гу весело. Волшебники с красными носами помогают не только малышам, но и их родителям, которые также много времени находятся рядом с детьми в больнице и нуждаются в поддержке. Нам нравятся ведущие. Она очень активная, очень такая прям. И коты, зайчики нам понравились, и все клоуны. Ну и, конечно, этот концерт для тех, кто не может покинуть свои палаты. Ребята деления гематологии. Они заняли места на подоконниках. Лечение у этих малышей, говорят врачи, довольно изнурительное и длиться может по несколько лет. А такие праздники помогают отлечься и настроиться на выздоровление. Ребенок перестает чувствовать себя одиноким. Вот это очень важный момент. К нему приходит то, к чему он привык в жизни. И больница перестает восприниматься вот таким вот тревогой. И мне кажется, что такие программы – это как спасательный круг, который помогает выйти из водоворота страха, сомнений. Для настоящей терапии, яркого носа и веселого парика недостаточно. Все участники концерта – волонтеры, будущие врачи, психологи и педагоги, которые прошли специальные курсы больничной клоунады. И самое главное – они искренне верят в свой успех. Радость всегда лечит. Смех продлевает жизнь, как говорят. А я считаю, что в данном случае это очень важно. Очень важно видеть яркость, радость и счастье. После танцевальных номеров волонтеры вручили ребятам подарки. Смехотерапию проведут и в других лечебных учреждениях города. И пока больничные коридоры озаряют улыбки, а в палатах раздается звонкий смех, у болезни нет шансов на победу. Анастасия Донец, Матвей Оленский, 12 канал. Сквер в центре города может преобразиться до неузнаваемости. Речь о парке на Старозагородной. Стало известно, что территорию обновят с сохранением зеленой зоны. При этом установят несколько беседок с летним солярием, скамейки, а также места для занятия фитнесом и детские площадки. В проект включены парковка, фудкорт и двухэтажный визит-центр. На реализацию проекта выделено около 10 миллионов рублей. Подрядчик снизил стоимость почти вдвое. До конца года, согласно контракту, компания должна предоставить три проекта. Уже после выберут самый оптимальный. Без отрыва от тренировочного процесса, Омский нефтеперерабатывающий завод совместно с Хоккейной академией «Авангард» запустил проект «Спорт плюс наука». Спортсмены со склонностью к техническим профессиям вошли в программу подготовки кадров школа, СУЗ, ВУЗ, ОНПЗ. Как и где будут проходить занятия хоккеистов, разбирались мои коллеги. Возможность получить техническую профессию без отрыва от тренировок теперь появится и у воспитанников Академии «Авангард». Со следующего года, благодаря проекту «Спорт плюс наука», физику и химию юные хоккеисты будут изучать на базе ОМГТУ в специально оборудованной лаборатории. Отбор участников программы подготовки кадров школа СУЗ, ВУЗ, ОНПЗ провели по результатам тестирования среди школьников седьмых-десятых классов. Я совсем недавно узнал об этой программе от своего учебного руководителя Татьяны Юрьевны-Чаповской. Мне она очень понравилась, все возможности, которые я могу совмещать с хоккеем, в то же время обучаться на профессиональной кафедре политеха. Школа СУЗ, ВУЗ, ОНПЗ реализуется совместно с 13 учебными заведениями города Омска. Под эгидой программы ежегодно проходят мероприятия для более чем 800 школьников, факультативные занятия, тренинги и конференции, а также виртуальные экскурсии по предприятиям «Газпромнефти». Совсем скоро спортсмены примут участие в выездной образовательной сессии в формате летнего лагеря Омского НПЗ. Одаренные в изучении естественных наук ребята получат приглашение на образовательные конкурсы, конференции и олимпиады. Компания «Газпромнефть» и «Омский нефтеперерабатывающий завод» дает возможность реализоваться ребятам не только в одной области. Много сценарности – это самое главное. То есть уже сегодня увидеть не только свою реализацию, не только в спорте, но и в науке. Казалось бы, несовместимые вещи – спорт и наука. Но на сегодняшний день это становится реальностью. Не все воспитанники академии в дальнейшем останутся в профессиональном спорте. ОНПЗ предоставил ребятам дополнительные возможности реализовать себя. Юлия Вдовиных, 12 канал. У Амичей есть три дня, чтобы зарегистрироваться на самый масштабный велозаезд в сезоне. Старт ему будет дан в субботу, 8 июня, на территории Старого кадетского корпуса. Подать заявку на участие можно в одном из торговых центров на Интернациональной улице 70 лет Октября или на Бульваре архитекторов. С собой нужно взять паспорт. Основная дистанция Велоомска – 9 километров. Для тех, кто имеет ограничения по здоровью, будет предложено проехать 200 метров. А юным спортсменам – 100. Присоединиться к заезду можно и без регистрации, но тогда не удастся поучаствовать в розыгрыше призов. Добавлю, что в нашем городе культурно-спортивный праздник Велоомск проходит ежегодно и объединяет тысячи человек из разных уголков региона и гостей города. Сила в Сибири, а точнее в Омске. Настоящий фурор произвели русские богатыри в Китае. На международный турнир по силовому экстриму в Гуанчжоу съехались более 60 силачей из 9 стран. Но сборная России никому не позволила усомниться в своем превосходстве. А лучшим из лучших стал капитан нашей национальной команды «Амич» Евгений Марков. Подробности у спортивного обзревателя Алексея Дарьева. Жара под плюс 37. Высокая влажность и выматывающий 12-часовой марафон. Соревнования стронгменов начинались ранним утром, а заканчивались почти ночью. Но даже в таких сложнейших условиях Евгений Марков доказывает, самые сильные люди мира живут в Омске. И устанавливает рекорд Китая, справившись с 500-килограммовой покрышкой. Женя, давай! Мог бы побить и мировой, быть посвежее, говорит Евгений. Но организаторы поставили два главных упражнения на самый конец турнира. Тем не менее, и по итогам подъема гигантской гантели, Марков вновь устанавливает новый рекорд Китая. Есть вес в 120 килограммов. Ещё, кстати, было 150. Это мировой рекорд. Очень здоровой сферы. Я изначально ехал по Ниру попробовать поднять. Ну, то есть, как они растянули турнир, очень затянуто. Просто сил не осталось. На турнир в Поднебесную приехали силачи из США и Великобритании, Канады и Новой Зеландии, Гренады, ЮАР, Шри-Ланки. Но именно к российским богатырям, и в первую очередь к Амичу Евгению Маркову, местные болельщики проявляли наибольший интерес. Действительно, вот это выражение «русский, китайец, братья навек», оно работает до сих пор. Соответственно, многие китайцы очень хорошо занимаются изучением русского языка. И многие атлеты говорили, скажем так, сносно на русском. Естественно, Евгений, ну, его так и назвали, там, «сибирский медведь». Ответный визит китайских силачей в Россию совсем скоро, в начале августа, на день Омска. Они постараются взять реванш у Евгения Маркова в его родном городе. Но вот сам Амич полон решимости не дать это сделать гостям из Поднебесной. Зная свой уровень, знаю свой запас сил, думаю, я думаю, шансов не оставлю просто. На отдых времени нет. Девятикратный обладатель титула «Самый сильный человек России» Евгений Марков вновь упорно работает. Он точно знает, что только пот и упорный труд ведут к новым золотым медалям и победно вскинутому над пьедесталом российскому триколору. Алексей Дареев, Владислав Осинцев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 6 июня, в Омске переменная облачность возможной осадки. В ночное время плюс 18, плюс 20. Днем 22-24 градусов выше нуля. В районах переменная облачность, небольшой дождь, ночью до плюс 16. Дневная температура 16-20 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. До встречи на 12 канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова